Мой опыт настолько разнообразен, что мне хотелось бы порой поделиться тем, что удалось собрать в результате этого опыта. Во-первых, я как педагог имею достаточно большой опыт работы с людьми разных категорий возрастных и в разных отраслях, как государственных, так и коммерческих. И в свое время я занималась групповыми программами в аэробике, поэтому великолепно ориентируюсь в том, каковы процессы, как преподавать, как общаться, как учить людей в фитнесе, так и в государственных образовательных учреждениях. И поскольку йогу я веду достаточно давно, в фитнесе мне ее очень легко адаптировать было, потому что, кроме того, что я педагог и работала в фитнесе изначально, понимала ситуацию. И скажу по себе, что самая основная задача, когда я веду занятия в фитнесе, именно преподавая йогу, это не навредить. Потому что желание заниматься у людей бывает очень сильное, мотивы очень разные. Но если увлечься эмоциями, то можно очень быстро уйти от логической последовательности упражнений, от того, чтобы учитывать особенности занимающихся. Поэтому я всегда призываю к тому, чтобы следовать основной цели, которую я для себя в свое время выдвинула, преподавая йогу в фитнесе. Это укрепление здоровья и сохранение его, это гармонизация нервной системы, насколько это возможно, и нервно-психическая разрядка, так называемая. Если я понимаю, что мое занятие было с какой-то ошибкой, которую я сама заметила, я всегда возвращаюсь к тому, чтобы анализировать через призму цели и задачи, которые изначально поставлены при занятиях йогой, фитнесе, здоровье, нервно-психическая разрядка и гармонизация нервной системы. Субтитры создавал DimaTorzok